Просто какой-то непассивной, неконтролируемой ненавистью к этому человеку. И это знаете, ведь когда Николай II принимал страну, у нас одна из первых мифологий исходит из первых же шагов его царства. Когда он принимал страну, ведь у нас есть такая легенда, что он принял страну замечательную, прекрасную, все там хорошо работало, все действовало, а вот он ее взял и все провалил. Но это абсолютная неправда. Дело в том, что Россия за очень короткое царство императора Александра III, она накопила столько огромных проблем, волонокопленных, которые были перенены потом по наследству Николая II. И в первую очередь это вопрос духовный, ведь реакция общества на убийство царя-освободителя Александра II, вот это во многом отправная точка того, что привело нас к спрашиванию, а в чем произошла революция? Откуда это надо брать? Начинает там от Петра Великого, там Никона, раскол. Ну не надо так далеко ездить. Все ближе. Конкретно распад русского общества начинается тогда, когда убийство Александра II было воспринято, ну скажем так, ну не с той долей ужаса, какое должно было быть воспринято русским обществом и русским народом. И когда маленький Николай II, маленький мальчик, находился у гроба, у тела умирающего деда, он впервые увидел вот эту революцию. И впервые увидел умирающего от рук революции своего деда. Так вот, ведь при Александре III было при всем глубочайшем уважении к этому государю, было заложено очень много проблем. Ну, в частности, проблем, связанных с усилением общины на селе, во внешней политике. Мы попали в ситуацию полуизоляции, Россия находилась. А самое главное, что это понимал, конечно, Александр III, что и то, что досталось Николаю II, нужно было выбрать, каким путем идти. Мы отставали от ведущих западных держав. Каким путем идти? Путем индустриальным или путем аграрным? И очень многие тогда были люди, которые советовали государю идти путем аграрным, чисто. Потому что они говорили, что индустриальный путь, он приведет Россию... Все равно мы не догоним Запад, говорили они, а крестьянство погибнет, и самодержавие утратит свой смысл. Но они забывали, что не создание своей собственной экономики, не создание своей собственной промышленности приведет нас просто к прямому подчинению таким государствам, как Германия, самая главная, которая шла семимильными шагами по пути индустриализации. И когда Николай II принял сторону индустриализации, и в то же время он всегда очень развивал сельское хозяйство, он говорил всегда, что человек с одной короткой ногой не сможет ходить. И, в принципе, мы за вот этот короткий срок прошли путь индустриализации и вышли в пятерку мировых экономик мира. И четвертую страну по темпам развития. Четвертую страну по темпам развития. Мы сейчас об этом только мечтаем. Вообще так, где-то там. И в то же время мы сразу же видим, как всегда... Ну, смотрите, если мы возьмем с вами реформу Петра Великого, ну, никто еще не называет реформу Петра Великого реформой Меньшского. Правильно? Мы говорим, реформу Петра Великого. Никто не называет реформой Екатерины II реформой Потемкина. Никто не называет реформой Александра II реформой Милютина или Лонского. Мы говорим, реформа царя-освободителя, реформа Александра II. Но как только мы находим до Николая II, у нас появляются реформы Виты, реформы Столыпина. Хотя и Вита, и Столыпин всегда говорили, что они выполняют реформы Николая II. И особенно вопиющие, это так называемая Столыпинская реформа. Потому что Столыпин не был инициатором этой реформы. Инициатором этой реформы был царь еще в 1894 году. Он еще наследником думал об этой реформе. И если уж так говорить, если мы бы так говорили, то первым, который указал на необходимость вот этих, еще наследник говорил о необходимости этих реформ, был Бунгий Николай Христианович. Это нужно называть Бунговской реформой. Но Петр Аркадьевич Столыпин, при всем огромном уважении к нему, и то, что весь тот труд, который он вложил в эту реформу, потому что Столыпин был великий исполнителем. Великий исполнителем. Это уже огромная вещь быть великим исполнителем. Царская воля. Но реформа-то эта царская. И проводилась она последовательно с 1994 года. В 1902 году была отменена Круговая порука в деревне, которая, кстати говоря, была при его отце, когда за каждого человека отвечал весь мир. Хорошо работает человек, плохо работает человек, а мир одинаково распределял между ними средства и так далее. И, конечно, это тормозило развитие страны. Потом в 1904 году был принят указ по поводу освобождения возможности крестьянам передвигаться, было большое количество освобождений от недоимков. И, наконец, в 1906 году началась переселенческая политика по переселению крестьян. А почему, в чем была проблема? У нас до сих пор думают, что проблема была в том, что была земля у помещиков и была земля у крестьян. Так вот, помещики, дорогие друзья, они к 1907 году, вернее, к 1905 году владели 13% земли. 13%, а к 1914 году, к 1917, они владели 4,5% земли. Все остальное было в руках либо крестьян, либо купцов, либо очень немного государства. О каком споре между помещиками и крестьянами может идти речь, что нам всеми вталдычивали большевистская пропаганда? Речь шла о конфликте между крестьянами, потому что не было земли. Рост населения был огромный, а население, территории земли были маленькие. И вот выселив часть крестьян, дав им возможность выезжать в Сибирь, осваивать Сибирь, государь решал проблему вот этого малой земли. И когда мы сегодня говорим о Сибири, о тех огромных преобразованиях, которые были совершены в Сибири, так это непосредственно сказалось уже на ходе Великой Отечественной войны, когда, простите, вот эти сибирские части, которые они пришли, они на чем приехали, эти сибирские части? По Транссибирской железной дороге. И то, и другое было результатом труда нашего императора. И Транссибирская дорога, и те молодые ребята, которые пришли защищать Москву в 1941 году. Часто мы знаем, говорим о реформе здравоохранения. Это я вам просто привожу несколько примеров о том, как эта мифологизация действовала, почему мы говорим о непонятном самодерстве. Сейчас к нему пройдем. Вот, например, здравоохранение. Все все время говорят, вот посмотрите, какое здравоохранение, оно было высокое. Высокая была здравоохранение? В детской смертности была высокая. Высокая была детская смертность? Конечно, высокая. В России. Они говорят, вот посмотрите Англию, сравните Англию и Россию. Я тут, минуточку, минуточку. Давайте, вы видите, как говорят на самодерстве, видели ли вы эту Англию? Что это такое Англию? Конечно, в маленькой территории английской митрополии, где урбанизированной, где доехать до любого города не составляло никакого деревни, никакого труда, и количество врачей на это небольшое население, конечно, Англия шла впереди планеты всей, там Англия, и даже Франция, и даже Германия, территории. Но если вы сравниваете Англию, у нас почему-то любят с Англией сравнивать, то тогда вы сравниваете либо четверть территории Российской империи, а если вы хотите сравнивать империи, хорошо, господа, тогда вы сравните, пожалуйста, Российскую империю с Британской империей, взяв хотя бы Индию. А Индия была не колонией. Индия была коронной территорией Великобритании. Король или королева А. Великобритании был императором и императрицей Индии. Так вот, в Индии умирало чумы 22 миллиона во время эпидемии. Поэтому сравнение, оно таки хитрое всегда. Либо мы сравниваем обе империи вместе с Индией, либо мы сравниваем территории, четверть Российской империи примерно, и вот маленькую ту английскую метрополию.